И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, да вот так вот запикался в матчмейкинг, думал что пикнуть в катку тут будет условно говоря типа сначала каточка начинаться, захожу, остается 4 минуты до конца боя и при всех этих раскладах набито было всего лишь 6 килов, ну нормально, неплохо, круто когда кидают такие катки. О чем же сегодня поговорим? Поговорим о том что я уже наколотил 500, 500 извест у нас имеется, вот такую вот красочку аппетитно нагибаторскую с названием холла мы получаем, если честно это вообще просто аналогия краски тессеракта, сейчас я потом после каточки зайду в гараж и вам в принципе все это дело покажу, если кто не набивал тессеракт, то это по сути ну то же самое, только чуть-чуть оттенок поменялся. О чем же сегодня будет речь? Сегодня речь пойдет конечно же о страйкере, наверное о той пушке, о которой многие говорят, что в принципе она сейчас уже не должна нагибать и не особо таки тянет, расскажу вообще что я думаю по этому поводу, потому что в принципе уже достаточно большое количество каток я на нем отыграл, говорил в предыдущем ролике, что именно таки надо немножко покатать на нем, дабы понять стоит ли вообще сейчас на нем играть или не стоит, поэтому расскажу про данную пушку. Ну и конечно расскажу про войну полов, покажу наверное даже где-то там ближе к концу ролика, как у нас там все продвигается, пока выигрываем, это очень хорошо, никаких проблем пока нету, но все же это еще только второй день, понятное дело, что сейчас ребята только раскачиваются, раскачиваются еще, пока особо большое количество я думаю игроков звезды эти в больших объемах не набивают, потому что ну есть ребята, которые шарят, они знают, что типа сначала первые дни надо подождать, пропустить этот ну можно так сказать баланс нагибаторских игроков, дальше уже конечно будет все это дело намного проще набиваться, и поэтому еще большое количество как по мне не набивает, но уже ведем, уже к слову больше 200 среднее количество набитых звезд, и как по мне это что-то очень много, за 2 дня больше 200, чтобы оно уже было, это что-то с чем-то, что-то с чем-то. Ах да, я забыл еще сказать, ребят, если на данном ролике наберется 300 лайков, я уверен, что есть ребята, которые хотели бы получить боевой пропуск, давайте впервые запустим такой вот конкурс, если набирается 300 лайкосов, разыгрываем боевой пропуск, я думаю, что никаких проблем не будет, прямо-таки на стриме, которых сейчас у нас, к слову, большое количество происходит, там мы все это дело, конечно же, вместе с вами и разыграем. 300 лайков, розыгрыш боевого пропуска. Ну и что вообще касаемо страйкера, как вы сейчас видите, на эти катки в принципе я запикался в катку, да, там было 6 киллов у первого, ух ты, ничего себе меня сейчас перевертало, было на первом месте 6 киллов, спокойно догоняет, спокойно нагибает данная пушка, никаких проблем у нее нету, и все аналогично такой же самой ситуации, которая была у нас именно-таки, когда первый раз нерфили данную пушку. То есть, поначалу кажется, да, реально есть нерф, реально не совсем удобно на ней играть, в каких-то моментах вы явно проигрываете, ну и чувствуется, что, ну, она стала хуже, да. Ну, скажу вам так, поиграв, не знаю, там, каток 10, я сыграл, и я уже понял, что, блин, а что-то меняли вообще, в принципе. Такое ощущение было, как будто, ну, в принципе, все осталось прежним, да, бывают какие-то моменты проскакивать такое, что ты понимаешь, что, блин, так, в этом моменте я бы успел бы 2 страйкера, например, выдать, но не успел, например, 1, да, из-за этой пониженной 10%. Но, в общем и целом, я скажу, что никаких проблем в этом нету, и страйкер, как и нагибал раньше, так он также и сейчас продолжает нагибать, поэтому все ребята, которые разочаровались в данной пушке, либо думаете, что сейчас страйкер уже не тот, к слову, 6 звезд получаем, это очень хорошо. Давайте еще одну такую же демочку пикнемся. Тех, ребята, которые думают, что сейчас страйкер уже не тот, он не нагибает, не получается на нем так же играть из-за этих 10% именно-таки с перезарядкой, то, что оно теперь увеличено, то вы ошибаетесь, ребят, просто поиграйте чуть побольше, покатайте, понагибайте, я уверен, что вы явно увидите и поймете, что, в принципе, оно все тянет, и никаких проблем, в принципе, с нагибом на данной пушке нету. Но вы спокойно можете все это дело делать, повторять все, как делали вы именно-таки раньше, и никаких проблем явно у вас с этим не будет. Запикиваюсь в демку, запикивает в каточку Тёмика, не знаю, где он там, что он там, как там делает, я хотел бы вообще с ним катнуть какие-нибудь катки именно-таки, чтобы на фоне он тоже был, потому что, безусловно, мы набиваем звезды опять вместе с ним, не так успешно они у меня идут, у него уже больше тысячи имеется, сегодня, я думаю, что даже у него больше будет, 1200 каких-то наколотит за два дня, но, в принципе, в принципе, если бы у меня было бы огромное желание, я бы мог повторить три дня, то есть за три дня набить опять эти две тысячи, но не горю желанием, не горю торопиться куда-то, в принципе, есть еще один аккаунт, на котором надо успеть набить звезды, но, в принципе, в общем и целом, если мы набьем на данном АКе где-то за неделю эти 2К, то и там спокойно, стабильненько мы все это дело тоже сможем сделать, главное, может быть, даже лучше и совмещать сейчас данный аккаунт, потому что, как вы знаете, на данном аккаунте у меня премка еще, дай бог, каждому, 2 года еще имеется, поэтому можно было бы, наверное, даже совмещать, в какой-то степени там тоже чуть-чуть подкачивать, то есть на стримах в какой-то степени тоже именно поигрывать. 5 минут до конца катки, может, быстренько сейчас и топчик заберем, еще один Тема, я думаю, что нам особо не помешает на своей нагибаторской жиге, хотя, в принципе, у нее тоже может что-то здесь получиться, но страйкер это реально, ну, та пушка, которой даже сейчас, даже сейчас, когда ее понерфили, слазить, ну, просто не хочется, ну, серьезно, она тянет, никаких проблем с нею нету, есть, да, какие-то ситуации, когда ты понимаешь, что можно было бы лучше, чтобы была побыстрее перезарядка, ну, а так, бустер, он и есть бустер, вы даете большой колоссальный урон, двух выстрелов, к слову, хватает, даже бывают такие моменты, если ты прям в четкий тайминг даешь ДДшечку, то есть подрубаешь ДД именно, когда уже твоя ракета, вот, условно, ракета почти приблизилась, и ты только тогда поджимаешь именно ДДшку, вот, сейчас 2 килла с большим уроном, ну, третий был бы выстрел тоже с большим бы уроном, то есть я бы успел бы выдать сейчас 3 выстрела с бустером, но сейчас это сделать намного тяжелее, то есть, условно говоря, если раньше можно было просто нажать ДД и начать стрелять после нее, и вы выдали бы 3 выстрела с большим уроном, с двойным, я имею ввиду, удвоенным, то сейчас в этом плане есть такая, может быть, небольшая нотка именно-таки фортуны, повезет, не повезет, бывает, именно-таки не везет, и 2 выстрела вместо 3 получается, но мне, как по мне, вообще это, ну, особо не роляет, не мешает, и та пушка, которая тебе явно нравится, которой ты привык, и, ну, уже, уже я не знаю, что нужно сделать с этим страйкером, чтобы он реально не нагибал, тут надо уже его фиксить на, условно, 50%, чтобы она вообще стреляла еле-еле, и тогда, да, тогда будут проблемы с ним, но пока я не чувствую этих проблем, пока мне все нравится, и я, безусловно, этому рад. Что же касаемо именно-таки звезд, сегодня в планах набить, наверное-таки, еще одну красочку, она у нас там будет не анимированная, сейчас откроем челленджер, вот именно-таки данную краску получить, за 28-й уровень перья, я думаю, что у нас, в принципе, все это дело с вами получится, до 1000 я все равно 100% сегодня не докачу, но вот именно этой докраски перья, которую я, к слову, получил на мульте, на котором мы будем набивать потом в дальнейшем звезды на этом, на темпе армии, там я красочку эту выбил даже, ну, и она в самым лучшим способом, самый победитель, как бы, по жизни, как бы, ну, понятное дело, что он должен получать краску ту именно сначала с контейнеров, которая потом будет именно-таки в челленджах, ну, там ничего удивительного нет. Три минуты остается до конца катки, давайте попробуем сделать досрочечку, и потом уже, в принципе, сначала переместиться в гараж, дабы сравнить Тессеракт с данной новой краской, для всех тех ребят, которые это не видели и которые это не знают. Ну и зайдем еще на сайт, посмотрим, как у нас там вообще обстоят именно-таки со звездами, с войной полов, при том, даже я удивлен, что сайт до сих пор работает, никаких там особо проблем нету, и ссылочку на сайт, к слову, также я оставлю в описании, потому что писали ребята то, что не знают, где найти эту ссылку, где вообще надо регистрироваться и где надо выбирать краску, поэтому ссылочку я, конечно же, оставляю в описании, переходите, если вы не знаете, где, там все довольно-таки подробно, да, я могу даже еще раз все это дело посмотреть, пообозревать, мне, в принципе, проблем нету, если имеются у вас какие-то вопросы по этому поводу, сейчас все это дело, конечно же, покажем. Но надо быстро сейчас сделать именно-таки 5 киллов, 5 киллов, 5 киллов, есть 1, еще, надо сейчас быстро добить и будет вообще супер. Тема, к слову, там тоже к топу подбегает, ну какой-то донатер меня чуть-чуть-чуть-чуть обгоняет, не знаю, получится, не получится сейчас топчик забрать, есть килл 1, второго нету, можно было попадать, блин, он ваншотнул, а как он ваншотнул? Как он ваншотнул викинга без бустера, вот сейчас этого момента я вообще не понял, ну ладно, есть еще, 28, Тёма успеет, надо, чтобы Тёма тоже 6 звезд получила, то это как-то будет некрасиво, попасть в одну ДМ-ку, и потом в итоге Тёма не получит 6 звездочек, как это будет вообще не по красоте. Да, получает, отлично. Ну вот и смотрим вообще в принципе в гараж, надо было бы, наверное, сначала с катки выйти, дабы все это было дело видно отлично. Так, пикаемся, где у нас гаражик? Красочки. Вот вам краска Холло, да? Видите, да? А теперь посмотрите на краску Тессерак, где же он у нас имеется? Вот он у нас. Много отличий, видите? Чуть-чуть оттенок поменялся и всё, в принципе. Ну, если сравнивать с Киберпанком, то здесь, ну, есть, то есть как бы тут уже какие-то риски другие, как бы уже линии какие-то, переливающиеся эффекты, то есть... А если сравнивать с Холло, Холло, Тессерак, ну, одно и то же, ну, просто. Чуть-чуть другой оттенок цвета и, в принципе, ничего в этом плане не меняется. Так, ну, а теперь перемещаемся именно-таки на официальный сайт танков. Для всех тех ребят, которые ещё не понимают, куда надо заходить, вот, открываете официальный сайт. Здесь есть такой баннер с войной полов и написано, сколько времени именно-таки до конца остаётся. Вы кликаете по этому баннеру, здесь вы авторизуетесь, вот здесь я уже авторизовался, то есть здесь у вас будет кнопочка «Авторизуйтесь», вы авторизовываетесь, вводите свой ник и вводите пароль, и у вас выскакивает, здесь будет снизу такая вот табличечка «Выбрать приз». Вы здесь выбираете приз, какую краску вы хотите выбрать, к слову, я вчера это уже показывал, но кто-то не понял, кто-то не понял, поэтому как бы всё это дело договариваем. Выбираете краску, у вас будет высветиться вот это вот окно, вы нажимаете на любую из них и у вас переспросят, точно были вы уверены, что вы хотите выбрать именно-таки данную краску. Ну а что касаемо звёзд, то вот пока что мы выигрываем. Не сказать, что отрыв большой, 25 звёзд имеется, но я думаю, что в конечном итоге уже, наверное, через какую неделю, я надеюсь на то, что данный отрыв будет только и только расти, дабы было всё уверенно и чтобы не было такой вот нотки, когда в последний день, условно говоря, мы можем там проиграть или что-то может пойти не так, поэтому, ребят, все, кто купил краску за леди, безусловно, продолжаем бить звёзды. Если набиваем 2К, понимаем, что ещё нехорошо оторвались, то, в принципе, продолжаем всё это дело бить. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк на него, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать ни стримы, ни ролики. Сейчас у нас, в принципе, со стримами будет намного-таки больше всяких движений и их количество будет намного-таки больше, нежели было раньше, поэтому обязательно чекайте, приходите, набивайте также самозвёзды. У меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok